Бывшему чиновнику Ростехнадзора предъявили счет Бывшему чиновнику Ростехнадзора предъявили счет Пермская прокуратура требует обратить в доход государства полмиллиарда и дом 1. Газета коммерсант номер 113 от 2 июля 2019 года, строение 4 Прокуратура Пермского края через суд добивается обращения в доход государства Загородного дома и более 500 миллионов рублей, принадлежащих бывшему руководителю Западноуральского управления Ростехнадзора Александру Кандалову Сейчас господин Кандалов является фигурантом уголовного дела О превышении должностных полномочий и объявлен в международный розыск Как считает надзорный орган, госслужащий не мог получить эти средства законным путем Его официальный доход за время работы руководителем управления был примерно в 20 раз меньше Чем сумма обнаруженных денег Иск к бывшему чиновнику, который, кстати, с 2000 по 2009 год возглавлял прокуратуру края Рассматривается в закрытом режиме Иск прокурора края к бывшему руководителю Западноуральского управления Ростехнадзора И руководителю прокуратуры региона Александру Кандалову рассматривается в Ленинском райсуде Перми По данным Твердый знак, в частности, надзорное ведомство требует обратить в доход государства более 500 миллионов рублей Обнаруженных в ходе следственно-оперативных мероприятий, проведенных в рамках уголовного дела Расследуемого в отношении Александра Кандалова Дело было возбуждено в марте 2017 года следственным подразделением УФСБ по Пермскому краю Пачи 1 статья 286 УК РФ, превышение должностных полномочий Как считает следствие, занимая должность руководителя управления Ростехнадзора Господин Кандалов подписал свидетельство о регистрации особо опасных производственных объектов ОПА, одной из крупных нефтедобывающих компаний, в которых содержались заведомо ложные сведения по снижению класса опасности ОПА Это привело к снижению затрат на их содержание, а также к уменьшению отчислений в бюджет на сумму около 100 миллионов рублей Кроме того, снижение класса опасностью создало предпосылки к возникновению чрезвычайных ситуаций и происшествий на указанных объектах Почему в отношении Александра Кандалова возбуждено уголовное дело? Знакомые с ситуацией источники говорят, что в ходе обыска в рамках расследования было изъято 50 миллионов рублей Принадлежащих Александру Кандалову, еще более 70 миллионов рублей было обнаружено в арендованной им банковской ячейке в одном из кредитных учреждений Следствием эти средства были изъяты и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств При этом собеседники твердый знак утверждают, что на имя бывшего прокурора были открыты банковские счеты, на которых в общей сложности находилось около 400 миллионов рублей Как считает прокуратура, эти деньги не могут быть законным доходом В частности, по данным истца, официальный доход Александра Кандалова за весь период работы в Западноуральском управлении Ростехнадзора составил примерно в 20 раз меньше, чем сумма обнаруженных в ходе расследования средств Управление Ростехнадзора он возглавлял с 2009 по 2017 годы До этого в течение почти 10 лет господин Кандалов занимал должность сначала прокурора Пермской области, а затем и Пермского края Как считает истец, исходя из его ежегодных отчетов о доходах он не мог получить законно сумму в размере более 500 миллионов рублей Также в иске фигурирует и загородный дом в Добрянском районе, который принадлежит Александру Кандалову на праве собственности По мнению прокуратуры, построить этот объект недвижимости на легальные доходы госслужащий не мог Ранее выяснилось, что господина Кандалову принадлежит здание санатория профилактория Чайка площадью 320,2 КВ М в Тольятти 25 марта Ленинский райсуд удовлетворил заявление администрации городского округа Тольятти о взыскании из господина Кандалова платы за фактическое пользование участком под ним В то же время собеседники твердый знак не смогли сказать, фигурирует ли этот объект в иске прокуратуры Предварительное слушание по делу состоялось 18 июня этого года В ходе него суд удовлетворил ходатайство представителя-ответчика о рассмотрении дела в закрытом режиме Сам господин Кандалов на предварительное слушание и последующие заседания не явился Весной 2017 года он ушел в отпуск, после чего уехал в Израиль В итоге господин Кандалов был объявлен в розыск Ранее сын Александра Кандалова говорил СМИ, что экс-чиновник не может вернуться из Израиля Так как у него маленькая пенсия, на которую невозможно купить авиабилет Дмитрий Астахов, Пермь